Переходим вот к этой, ко второй строчке при наличии промера глубин. То есть тоже при наличии исходных данных. В первой строчке для оценки плановых деформаций у нас исходными данными являлись любые материалы, где просто видно русло. Вот просто космический снимок достаточно, потому что русло там видно. А вот сейчас переходим к глубинным деформациям, вторая строчка. Исходными данными уже не хватает просто карт, просто. Нужны специализированные карты, такие карты, на которых есть промеры глубин, на которых есть какие-то, хоть какие-то сведения о промере глубин. Это вот является исходными данными для оценки глубинной деформации. А потом сегодня постараемся изо всех сил также и перейти в глубинные при отсутствии данных. Поехали. Так, принцип. Вот, что у нас является исходными данными? Не обязательно, чтобы это было вот прямо промер, пятисотый, двухтысячный, какой-то крупномасштабный, какой-то детальный. Да ничего этого для оценки услугой деформации не надо. Главное, в принципе, вообще понимать. Вот здесь глубоко, здесь мелко. Где вот самое глубокое место? Оно самое интересное. И часто бывает, что вот этот вот пятачочек, вот эта вот трасса пересекает водоток, и там есть промер глубин, 50 метров вправо, 50 метров влево, в пятисотом масштабе. Это вот часто у нас есть в руках, потому что заказчик имеет ума это оплатить. Но это не то, что нужно нам. Нам нужно длинный участок, по длине. И это написано в рейтин документах. В целом считается, что нужна хотя бы макроформа. Что такое макроформа? Это излучина. Вот если у нас вот на излучине мы работаем, то нам всю излучину надо с промерами глубин, чтобы вообще оценивать там. Или примерно такой участок длины. Потому что макроформа не только излучина, а, например, узловой остров. Или паропопочный. Ну, паропопочный это мизоформа вообще-то. Ну, все равно такого по параметрам, такого и вот масштаба длину. Если выражать это в ширинах реки, то надо, ну, хотя бы там 3-4-5 ширин. То есть, если у нас ширина реки там 100 метров, то нам нужно не 100 метров на 100 метров, вот этот вот. А нужно вот километр, полкилометра хотя бы. И отчего-то получается, что какие-то даже мелкомасштабные материалы, они нам могут быть ценнее, чем вот крупномасштабные. Ну, мелкомасштабный и длинный участок. Вот. И вообще вот это в этом, мы тоже с вами об этом говорили, что у нас в чем разница вот мировоззрения между стопографами, между проектировщиками. Они смотрят в створ, они смотрят в точку. Они вот все, что видят, это все, что видно глазами. Влево, вправо. А нам это не надо. Точнее, надо, мы мыслим всеми масштабами. Мы и крупномасштабные, и мелкомасштабные. Крупномасштабные, мелкомасштабные. Телескоп, микроскоп. Мы приближаемся, удаляемся. Для того, чтобы обозреть и морфологический однородный участок, и сдалека, и поближе посмотреть. То есть, мы на каждом масштабе смотрим свой системный уровень, получаем свою информацию. Вот. Так, и у нас, сейчас мы с чем занимаемся? Сейчас занимаемся глубинными информациями. Из этих двух частей, при наличии исходных данных, при отсутствии исходных данных, при наличии данных. И вот здесь выясняется, что мы будем делать разные действия для разных типов процессов. Но деление не такое классическое, как в ДГИ. Не 7 случаев, а всего 3 случая. Мы объединяем, мы объединяем в кучку относительно прямые. Нам все равно, как именно двигаются русловые формы там. А если у нас речка 3-5 метров, то же длину участка брать три ширины, пишет Оксана. Если у нас река шириной 3 метра, то, скорее всего, у вас никаких промеров глубин не будет. Скорее всего, у вас будет там, будет промер глубин, но не в формах, не в горизонтальных, не в изобратах, вы не будете иметь представление о рельефе. Для того, чтобы у вас иметь представление о рельефе, что там в реке шириной 3 метра, вам надо делать промеры через полметра хотя бы, чтобы было 5-6 точек по ширине и по длине. Крайне редко это делают. Это мы можем, если бы у нас там были бы в УЗИ бы учились, фантазиями всеми, какими занимались, мы бы говорили, ну да, наверное, надо делать такой супер промер. А что у нас? Мы с вами все-таки не фантазеры, не теоретики, не ученые. Нам отчет выдавать. Никогда у нас такого не бывает, что у нас на реке шириной 3 метра есть детальный промер глубин, по которому мы можем оценивать формы, распределение по ширине, по длине. У нас обычно на реке шириной 3 метра это там точка в створе, точка там ниже створа и точка выше створа. То есть в идеале хорошо бы, но никогда такого не будет. В идеале хорошо бы, если бы у нас было бы и не 3 ширины, видите, на маленькой там вообще по-другому, на маленькой это вот тогда сейчас не так. Тогда возвращаемся вот сюда. Вот сюда хотя бы, да? Вот, смотрите. Мы говорим, исходные данные есть, тогда мы используем эти исходные данные. Вот у вас не этот случай. Вы сейчас спрашиваете вопрос вот отсюда. Малые реки есть промер по Таллингу. Потому что по малой реке шириной 3-5 метров все, что у нас будет это точка в створе выше, ниже, выше, ниже. Там 5 точек или 3 точки или 1 точка. Все, что у нас будет. Вот сейчас я рассказываю случай, когда у нас и к чему я? Что у нас деление есть русловая съемка, есть промеры глубин, есть детальное понимание распределения глубин по ширине и глубине. Тогда мы это и будем использовать. Вот этот промер глубин. И это большие реки. Правильно? Там у нас будет промер глубин, там у нас эхолотим. Если у нас маленькая речка, мы этим способом там не сможем работать. У нас не будет достаточно исходных дамок. Вот. как всегда, ответ не на тот вопрос, который задан. вопрос хороший. Не знаю, понятно или нет, но если речка 3-5 метров шириной, то у вас не будет там промер глубин. И еще, что здесь очень важно сказать. Вот это есть русловая съемка и большие реки. Это еще означает, что не только вами сделанное или там вашими топографами, вашими гидрографами, или она может быть уже есть у заказчика. Вот. А это все другие предыдущие промеры глубин. Старые лосманские карты, старые топокарты. Потому что тут нам нужно не сиюминутная фотография, а вообще в принципе понять, а что было раньше. И для оценки, кстати, для правильной, идеальной оценки гармошки вообще надо прямо несколько русловых съемок. Вот длинных. Для чего? А для того, чтобы оценить скорость ползания мезофор. Не просто увидеть их, не просто увидеть распределение бугорков и ямочек и бугорков, не просто увидеть распределение по ширине и по длине участка вот этих русловых форм. А еще нужно увидеть их динамику, нужно увидеть их скорость ползания. Как? Через разные, разновременные промеры глубин. Помните, когда для плановых деформаций как раз нужны были разновременные но вид сверху, чтобы посмотреть, где был правый берег раньше, где правый берег сейчас. И на основе этого знания мы оценивали, где будет правый берег в будущем. Так вот, здесь примерно так же, только мы погружаемся уже на дно. Мы уже следим за тем, что происходит с формами. И для того, чтобы оценить, с какой скоростью не сползает, приползет ли эта форма к нам в створ. Или она вообще пять раз уже пройдет. Или она вот там или не придет. То есть, она очень медленно двигается, или средненько двигается, или очень быстро двигается. Для того, чтобы вот это оценить, никаких других способов нет, кроме как найти разновременные промеры глубин, их наложить друг на друга. Сейчас есть хорошие программы разные, оценка, скажем, объемов масс земляных, вот это и есть вот такое. Но мы оттуда получаем свое знание о том, что вот был здесь пообычней, вот он сместился, вот здесь был остров, вот он не сместился. Вот. Оксан, на речке шириной 3 метра обычно будет промеров очень мало, но возможно не на ширине, не на длине трех ширин, а возможно на длине десяти ширин. Возможно там топографы тык-дык-дык, делали-делали-делали пятисотку и река. Они раз точку, два точку, три точку. И они могут быть на расстоянии, а может быть метровые, да? То есть они, смотрите, они ставят, если у них полоса вот трассы идет, есть ось трассы, есть топосъемка вправо, в 50 метров, скажем, и 50 метров влево с детальностью 500 масштаба. Вот. И они пришли и ручей, им все равно ручей, один метр шириной, три метра шириной или 10 метров шириной, они все равно возьмут точку отметку дна в створе выше и ниже. Поэтому у них нет вот этой нашей увязки. Вот. Это у нас уже увязка. И вообще тут нам тогда об этом тоже сказать, что в связи с тем, что мы используем при гармошке, створы начать постоянные, жесткие. И их, а там у меня, у меня сейчас так странно, что я не вижу самые-самые последние слова. Вот. При гармошке сейчас погрузимся внутрь гармошки и там будут три очень хороших взаимосвязанных вопроса. Сколько делать створов? Какое расстояние между створами? Если мы умножим сколько створов на расстояние между створами, то мы получим уже как далеко их делать. То есть, общее расстояние до самого последнего створа. Вот. На эти три вопроса, это очень хорошие вопросы, мы как раз ответ сейчас и получим. Вот. найти разновидённый слой съёмки на малой речушке неплохо. У меня тут экран разъехался, я не вижу самого правого края в чате. Нереально. Конечно, для малых смотрите, вот специально вот эта табличка хорошая, потому что смотрите, мы сейчас делим есть русловая съёмка или нет русловой съёмки, автоматически это у нас большая и малая река. И автоматически по большой реке, предположим, у нас судоходная, есть что-то старое, есть масса разных локсманских карт навигационных предыдущих, а по большой, ну, по малой ничего там нету. Вот. Поэтому вот мы можем жить вот здесь, жить с русловыми съёмками, с новыми, старыми, тогда, когда они есть. А они есть на больших реках. То есть, вот такой вот конгломерат. И не зря, мы неоднократно, практически каждый раз я говорю вот о различии больших и малых рек. Это такое формальное, тупое, условное деление на большие и малые реки, а на самом деле под этим мы понимаем разное, много разного. Что есть карты, нет карт, что здесь она формирует пойму и хорошо деформирует, разнувает берега, а малая, она не формирует пойму, она и не разнувает берега. Есть много исходных данных, по малой нет, по большой мы будем нанимать катер, а на малой и в сапогах пройдем, по большой мы будем плавать, а по малой мы пешком к ней придем, по большой есть шанс попасть в нормативные документы в один из типов процессов ДГИ, а по малой скорее всего нет. это принципиальное деление. И вот это действительно самый-самый-самый ответ на себе. Но самые первые у нас ответы не такие. Первые это какое у нас сооружение, потому что для разных сооружений мы будем делать разные, для каких-то будем рассчитывать только глубины, для каких-то только плановые, для каких-то весь ППР, для каких-то часть ППР. Потом выясняем какой у нас водный объект и как раз большой-малый. И вот это нас потом приводит уже к тем разным методам, которые мы можем использовать для оценки плановых и глубинных информаций и вот опять же перед тем как сейчас перейдем вот сюда в гармошку и тут сейчас очень важно понимать что что значит гармошка гармошка как раз много поперечников которые мы назначаем по длине реки и строим эти поперечники в каждом створе смотрим распределение глубин совмещаем и оцениваем вообще какие глубины есть по длине участка реки когда мы это можем делать в тех случаях когда что-то сползает вниз по реке что основные деформации это глубины деформации те глубины деформации которые обусловлены сползанием мезофор то есть скопление наносок вниз по реке и когда это у нас это проявляется это для разного вида прямых рек то есть полбочневый середковый ленточногрядовый и какой угодно другой и прямых и извилистых не меандрирующих потому что вот как она сползает эти формы любые по прямой реке также они могут сползать по извилистой реке и в таких случаях мы как раз вот этот основной первый метод не то что основной основной для норматива потому что видите он единственный который прямо законных норматива все остальные это или их или нет нормативах или есть какие-то вот упоминания например вот метод 2 гармошка 2 для граничного меандрирования нормативе описано неправильно ну на мой взгляд и что сейчас важно все что много сказал вот этот первый метод гармошки самое главное самое главное что его нельзя использовать для меандрирования потому что при меандрировании другой механизм не механизм сползания русловых форм по руслу а механизм размыва самого русла и пляж помните отличие пляжа от побычня побычень ползет вниз по реке по прямой по извилистой по любой он ползет вниз а пляж он приурочен к вершине излучины на выпуклом берегу и он этот пляж он так и путешествует сама сама река путешествует сама река двигается вбок или вниз а пляж так в этой вершине излучивание и сидит поэтому для меандрирования использовать гармошку нельзя и так гармошка есть разные любые исходные данные современные съемки наши чужие предыдущие точные не точные 100 летней давности все нам подходит и вот для прямых и вот этот сам механизм коллеги механизм что же мы делаем то есть идеологию какой-то мере вам рассказал идеология заключается в том что в нашем створе сейчас вот такие-то глубины а нам-то надо ппр построить то есть оценить максимально возможный размыв за период эксплуатации или за заданный период или еще называется за расчетный период за прогнозный период за любой этот период вот и штамм что-то будет происходить как то что-то будет размываться и мы говорим ага нам надо оценить во времени на будущее а как у нас есть исходные данные или современные или прошлые по глубинам и что мы делаем а мы говорим что все сползает вниз вот есть какие-то формы ленточные гряды полуобочные осередки или еще что угодно и вот они к нам придут они придут и соответственно изменятся глубины и мы берем и рисуем такую среднюю линию посредине между левым и правым берегом как рисуем от руки и рисуем потому что все равно как вы нарисуете это не важно просто как-то рисуете среднюю линию вот и поперек этой средней линии нарезаете такие вот створ и по каждым из этих створов рисуете поперечник и у вас получается вот такие поперечники вот как здесь вот получается что они эти поперечники они по длине реки разные и соответственно вам в основном то интересно самые глубокие места и мы считаем что вот эти вот разные разные поперечники они придут в наш расчетный ствол вот у нас получается вот такая вот совмещение этих разных поперечников это совмещение по длине по имеющимся скажем современным у нас какому-то картографического материала с промерами глубин или это еще сюда же сюда накладывал и предыдущие если у вас есть например там с 20 лет назад такое же такая же словосем 10 лет назад или 40 лет назад вы тоже также накладывать то есть мы работаем по длине и в будущем и из всего вот этого хаоса возможных поперечных сечений возможных максимальных глубин мы выбираем сведения для того чтобы оценить о так вот нам река показывает вот до куда она может домыть в будущем вот такая идеология и получается вот уже уже можно отвечать на те основные вопросы сколько поперечников сколько хотите какое расстояние между поперечниками какой хотите почему а потому что коллеги очень важно что нам эти поперечники формально мы действуем так это не я придумал это написано на документах что надо совмещать поперечники а коллеги а нам эти поперечники не нужны нам нужен только тот поперечник который самый-самый глубокий правильно мы же вот это формально все делали только ради того чтобы получить сведения самой максимальной глубине получается нам вообще было бы достаточно одного поперечника а не сколько хотите какого поперечника от того который проходит через самую-самую большую глубину и вообще вы может могли бы это делать не с помощью поперечников а вообще просто глазами поспоилозили посмотрели и увидели о вот река то вот она вот и поэтому чем длиннее у вас участвует тем лучше особенно если он морфологически однородный если вы понимаете что вот везде помощи и вам сами помощь не не интересны вам нужны интересные плюсики которые рядом с помощними и вы смотрите а вот у меня есть сведения там о 6 плюсиках вверх по течению 6 плюсиков вниз по течению те плюсики которые ниже по течению к нам не приползут ну и что зато река то нам показывает что вот она размывает где-то на два метра где-то на 3 и вот мы смотрим 2 3 2 3 2 3 а потом смотрим один плюсик три с половиной о так вот ты иди сюда ты нам и нужен ты нам и дал ответ коллеги никакой математики никакой теории 1 вот геометрия ну или морфологии если покрасили так сказать то есть мы просто у реки спрашиваем покажи мне докуда ты вот сейчас максимально разбывать если у нас есть разновременные такие промеры не только нынешние там за этот год или за прошлый год или вчерашний а какой-то там 10-20 лет недавности его тоже по нему тоже смотрим и тоже смотрим а где самое глубокое место с помощью поперечников или любым другим способом вот и отсюда появляет получается что у нас очень ценны вот эти старые материалы вот в рамках этого бинара помни рассказывал список где или а и рассказывал где мы вообще берем карты вот то есть каждый нормальный гидролог становится архивариусом он все в себе в архивчик собирает 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 все что в нему к нему в руки упадет по всем объектам в том числе и по картам и не только по картам и все остальное потом он взаимодействует он задружается у людмена спрашивая скорость ползания блестящий вопрос значит вот это все понятно сейчас переходим скорость сползания отличный вопрос блестящий вопрос наш как раз этот наша следующая тема выясняется что оказывается сползать может разными скоростями и вот и грубо говоря есть три перед тем как говорить о скорости сползания надо сказать что все что я вам рассказал о прямых реках мы все то же самое используем и на извилистых реках сейчас перейдем к скорости сползания спасибо большое людмила вот то есть мы с вами сказали что вот для меандрирования этот механизм левый столбец не подходит а мы будем другой метод использовать для оценки глубинной информации а вот для извилистых не амиандрирующих рек подходит значит там тоже есть что-то что скажем как так как-то ползет вот поэтому если мы вот нижняя строчка верхней строчкой вам рассказал как мы действуем рисуем среднюю линию поперек этой средней линии нарезаем створы по каждому створу рисуем поперечник все эти перечни собираем выбираем самые низкие поперечник на самом низком поперечнике выбираем самую низкой . его и отступаем от нее еще и если это извилистая не меандрирующая река делаем все то же самое только бы извилине потому что там по извилине ползут эти формы или не ползут пускай даже там есть некое распределение вот и все одинотор сан и потом от самой самой нижней точки, делаем еще запас вниз. Грубо говоря, на сколько запас вниз от самой низкой? Ну, грубо говоря, где-то 8% от максимальной глубины в бровках. Почему такое такое? Или 15%. Почему такое значение? Это, грубо говоря, это половина высоты гряды максимальной. А высота гряды у нас зависит от глубины русла. И эта зависимость у нас 10, 13, 20, 25%. Зависимость от глубины. При больших реках это 13%. Значит, вот мы и половина, и можно 13% взять, ничего страшного. Теперь сейчас перейдем к скорости ползания. Перед этим надо сказать, что так, как рекомендовано делать гармошку на больших реках при наличии исходных данных, при промерах глубин, и как это показано, преподнесено в нормативных документах, там есть ляп-сусы. Вообще обалденные ляп-сусы, коллеги. Что мы делаем? Вот здесь сейчас мы говорим с вами о глубинной информации. И вот эта нижняя часть, она вот как раз вот соответствует той идеологии, которую мы только что рассмотрели. Но обратите внимание, в нормативных документах нарисована не только нижняя часть профиля предельного размыва. А еще и боковые, коллеги. Вот эти боковые части не делаем с поперечника. Почему? Во-первых, потому что мы с вами уже в предыдущем разделе с соответствующими методами оценили плановые деформации. И они могут быть вполне большие. Например, прямая река, и она вот вся прямая сползает метр в год вправо. И за 30 лет она сместится на 30 метров. Скажем. И это может быть очень заметно. А если мы делаем замещение поперечников, и у нас ширина реки везде 50 метров. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, мы наложили поперечники друг на друга, осевая линия легла на осевую, по осевой линии. Левый берег таким образом, лег всегда на себя на левый берег, правый лег на правый берег. Потому что везде ширина реки одинаковая. И таким образом никаких сведений о возможных плановой деформации мы с вот такой вот гармошки поперечников не можем получить никак. А правильным образом мы уже получили, что она размывается. Когда накладывали карты сверху разновременно. И видели, что она смещается. Почему? Потому что когда мы карты накладываем друг на друга сверху для оценки плановой деформации, мы их накладываем по жестким точкам разным. А когда мы накладываем гармошку вот так друг на друга, то мы ее накладываем по осевой линии. И эта осевая линия сама может сползать. То есть мы здесь можем увидеть какие-то возможные плановые деформации при таком способе наложения гармошки друг на другу, только в том случае, когда у нас есть разные ширина реки. Например, на 50, 50 метров, в том 60, там опять 50, 50. Ну вот мы и скажем, о-о-о. И будем считать, что это размыв. А это не размыв, это просто разная ширина реки по длине. Вот поэтому неправильно, коллеги. ППР, то есть для ППРа мы со совмещения поперечников берем только нижнюю часть. Боковую не берем. Боковую, вот эти плановые информацию. Мы берем с предыдущего раздела, который мы уже с вами рассмотрели много разных способов. Так, второй ляпсус. Это еще раз неправильно, да? И второй ляпсус вот здесь. Вот смотрите, совместили поперечники. Что это, что вообще вот это за такая странная кракозява? А это значит, формально попочневый тип. Попочень то справа, то слева. И соответственно, если попочень справа, то слева, плюс, самое глубокое место. И наоборот. Если попочень слева, то справа. И вот много таких попочней, много поперечников с попочнями наложили и выяснили, что попалось так, что слева самая глубокая отметка такая. Ну, соответственно, вот так ППР нарисовали. А справа такая. Коллеги, не верим. Если река нам просигнализировала, если это много попочней, морфологический народный участок, это просто случайный процесс, что у нас слева размыв 4 метра, отметка минус 4 метра, глубина 4 метра. А справа 5 метров. Мы не верим в это. Мы делаем, если мы увидели 5, то мы берем вот 5 и слева и справа. Мало того, а зачем вот этот пупырь? Это мы верим, мы свято верим реке, что она вот со своей жизни, за следующие 30 лет, она будет идеальным образом попочней слева проталкивать слева, плюсы справа проталкивать справа, и всегда размыв будет или только справа, или только слева. Нет. Уж если мы сказали 5 метров, то вот эти 5 метров мы с вами протягиваем на всю возможную ширину размыва. В общем случае, потому что сейчас мы подойдем к вопросу Людмилы, вот уже пришли, и мы выясним, что скорость сползания, что скорость сползания может быть очень разная. И тут надо выделить 3 характерных случая. Первый случай. Они сползают так быстро, очень быстро, что за расчетный период 30 лет их просвистит тут целая бригада. Там 100 штук их просвистит, или хотя бы 10 штук. Их много просвистит. И тогда получается, и что? И получается, нам надо их все учесть, надо так далеко делать наши поперечники, которые учитывают эти 5, 10 или 100 обычных. Второй случай. Когда какое-то разумное расстояние. Скажем, мы понимаем, мы можем оценить, что будет сместиться там 2-3 ближайших побочни, и мы их учитываем. Хорошо. И третий обостренный случай, когда обычно это на больших реках, когда у нас Амур шириной 1,5 километра, там побочень длиной 3 километра, и мы выясняем, что за 30 лет побочник как был справа, так справа останется. То есть первое расстояние у нас очень длинное, второе расстояние какое-то пара мизофор, и третье расстояние это доля мизофор. И получается, что у нас разные результаты. В первом случае мы должны учесть много, и непонятно как их учитывать, если их очень много. У нас нет там промеров глубин на длину 100 километров. В втором случае мы понимаем все хорошо, что вот мы учитываем эти 2-3-4 ближайших мизофор. И в третьем случае тоже понимаем. Но тут еще такой очень важный вопрос, что для того, чтобы понимать расстояние, до которого мы должны учесть возможный приход положительных и отрицательных форм в наш расчетный створ, мы должны эту скорость оценить. Но как оценить скорость? Для того, чтобы оценить скорость сползания мизофор, нужно ее знать. А для этого надо разновременные промеры глубин. Потом по этим разновременным промерам глубин наложить их друг на друга, идентифицировать эти мизоформы и увидеть, что вот они сползают с такой скоростью. Коллеги, то есть учитывать скорость сползания мизофор мы сможем только тогда, когда мы ее можем измерить, оценить, узнать, вычислить это число. А когда мы сможем? Когда у нас есть много кар. Получается, что вот эта длинная цепочка, для того, чтобы у нас оценивать влияние 100 мизофор, 3 или 0,2 мизофор, нам нужно эту скорость знать. Значит, нужно ее знать. Для этого надо поработать. Это тоже, как сказать, если мы будем со стороны теории сказать, ну да, вот так, ты должен всегда это сделать. А если со стороны практики, то у нас может быть все что угодно. У нас может быть, что это большая река, на ней есть хороший современный промер, а предыдущего нет промера. Да, какая-нибудь там колыма, на которой вот вы делаете большой, серьезный объект, вам выделяют деньги, время, у вас есть промер, длинный, но скорость вы не понимаете. Скорость сползания мизофор мы из этого хорошего материала, вот этого единственного, получить не можете. Так, ну это формула, которая длина, то есть что это за длина? Это длина, вот я сейчас эти разные длины и показал, и рассказал о них, что длина вот этого учета. И, соответственно, от скорости зависит. Вот, и вот это разные случаи. Так вот, коллеги, смотрите. Если двигается много и быстро, каким-то способом вы это можете определить, то уже не заморачивайтесь, как далеко. Вот если у вас просвестит их там две пары, четыре или десять, или сто, вы учитывайте хотя бы то, что можете. Вы учитывайте хотя бы штук пять, шесть, четыре. Ну, сколько вот можете... Вот оттуда выжимаете все, что знаете. Ну, требовать, чтобы современный промер сделали там, очень длинный, невозможно. Искать можно. Ищите старые карты, оттуда можете смотреть, что произошло. Но в целом, что важно понять, что у вас будет много проходить. То есть у вас будет много разных ямок. Они будут в разных местах по ширине русла. И в таком случае, смотрите, и слева, и справа, и где угодно. И в таком случае у вас будет одна нижняя линия. Одна нижняя линия. Вы ее стыкуете с разумными вправо и влево, которые вы рассчитали в предыдущем разделе. И у вас получается единый такой корыц, состоящий из трех линий. Если двигается быстро, то вы рисуете одну линию. И, кстати, вы эту одну линию рисуете также в тех случаях, когда вы не понимаете, с какой скоростью двигается мизофор. То есть если у вас нет информации о скорости смещения мизофор, вы говорите, ну не знаю, значит будем бояться по всей ширине. И делаете одну горизонтальную линию. Если у вас есть информация на много разновременных промеров глубин, вы можете оттуда получить эти скорости с ползанием мизофор. И вы видите, что они двигаются очень быстро. У вас тоже боитесь на всю ширину. Тоже одна линия. В тех случаях, когда вы можете оценить скорость, и вы понимаете, что она маленькая, вы понимаете, что тот побочный на море длиной 3 километра, который в районе вашего створа, что он будет проползать в свою длину еще там 300 лет, и за расчетный период 30 лет он сместится там на 500 метров, но как был справа, так справа и останется, то тогда у нас есть возможность построить сложный, вот этот нижний ломанный размыв вниз. Вот как на правом рисунке. Поэтому это в некоторой степени уже, можно сказать, ответ на вопрос Людмилы, скорость сползания. И таким образом мы переходим к очень важному ответу, когда мы рисуем 3 линии. Что значит 3 линии? Значит 1 нижняя и 2 боковые. То есть 3 линии, это значит 1 нижняя. Вот 1 нижняя, когда у вас любая малая река, независимо от чего, вы там никогда не будете заморачиваться для того, чтобы выделываться, что у левого берега так, у правого так. Любая малая река. Хоть много материалов у вас, хоть мало материалов, хоть ответственный объект, хоть неответственный объект, вы все равно рисуете одну горизонтальную и все. Второе. Если у вас нет информации, вот у вас нет информации, вы не понимаете, что там происходит. Вы понимаете, что там что-то происходит. Но оценить скорость сползания вы не можете. То есть вы не можете обосновать ломаный. Вы не можете обосновать несколько линий. Значит, тоже рисуете одну линию горизонтальную. Соответственно, будет 3. Такой корыца общая из 3 линии. Третий случай. Когда у вас карты есть, вы можете оценить скорость сползания. Но эта скорость сползания мизоформ очень большая. То всего тоже рисуете одну горизонтальную линию. Вы боитесь на всю ширину вот этого не только русла, но и учитываете также еще дополнительные возможные планы информации этого русла вправо и влево, которые вы оценили в предыдущем разделе. И отсюда вот у нас вывод, что несколько прямых линий мы рисуем когда? Когда мы их можем объяснить? Вот эту вот ломаную нижнюю линию. Когда мы можем объяснить? В тех случаях, когда у нас много информации. Когда не просто много информации, а еще и она разновременная. Когда мы можем оценить скорость сползания мизоформ. и в результате выяснить, что она маленькая. Что эта помощь, которая у правого берега, он был у правого берега, у правого берега останется. И вот когда вот все эти пункты выполняются, тогда мы и можем обосновать ломаную, такую вот хитрую, вот такой вот, например, например, три нижних линий. Или пять, или десять коленей. Помните, в самой первой у нас была встреча, что такое ППР? И там у нас было основное требование к ППР. Основное требование к ППР, ППР должен быть объясним. И, соответственно, вами объяснен. Поэтому, если вы можете объяснить вот пять линий нижних, отлично, значит, вы должны ее каргой объяснить. То есть у вас подлиннее будет раздел по русловым процессам. И подлиннее вот раздел по глубинным деформациям. Вот. А если маленькая река, то раз и все, одна горизонтальная. Если большая, и там у вас никаких материалов нет, только там промер по створу, там, ну, 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 то все, одна, мы боимся на всю ширину. Даже если, ну, в общем, повторяю, все то же самое, что если у вас даже много материалов, даже разновременные съемки, и вы выясняете, что очень быстро там все происходит, то тоже делаем не только на всю ширину под руслом одну и ту же отметку, никаких фентифлюшек, а также еще добавляем и на возможные размывы, там, если в одну сторону, значит, в одну сторону, а может быть, в несколько, в левую, в правую, значит, даем в левую, в правую. Вот. Поэтому не знаю, в какой мере ответил на вопрос, скорость ползания, Людмила. Вот. И мы закончили вот этот первый и фактически единственный описанный в нормативных документах метод, который, совмещение поперечников. Вот. И что крайне важно, все ясно, спасибо. Ура, Людмила. Самое важное, что мы его не имеем права, не имеем возможности использовать для меандрирующих рек. И не имеем возможности использовать для малых рек, потому что на малых реках там нет этого промера, этого глубин, чтобы его использовать. А на меандрирующих не можем использовать, потому что там другой механизм. На меандрирующих реках нет механизма сползания мизоформ вниз по рослу. Вот. И мы тогда уже придется перенести на завтра. А что есть? При ограниченной меандрирующей есть сползание самой этой мизоформы, и, соответственно, мы уже поперечники будем с вами рисовать вот так. Слева это повтор того, что мы только что с вами рассмотрели. На прямых реках и на извилистых не меандрирующих рисуем поперек сползания того, что сползает в русле. А на ограниченном меандрировании рисуем поперек того, что сползает. И в связи с тем, что у нас сползает сама форма, значит, мы рисуем поперек сползания. Вот. То есть, вот снизу это то, что мы с вами только что рассмотрели, а сверху это вот то, что мы можем завтра рассматривать. Для ограниченного мендрирования, а также еще для свободного мендрирования. Другой совсем механизм. И останется самый наш любимый случай, а вот что, когда ничего. Нормативы не знают, что делать, когда ничего, а мы с вами будем знать. Ну и соответственно жалко, что сегодня не уложились, но попробуем завтра тогда уложиться. Я все вот это, вот то, что сейчас рассказываю, и при наличии данных, при отсутствии данных расчетов, будет информация. Эти видео все выложил. Но завтра тоже расскажу. Если будут участки, это будет просто счастье. Лучше всего, если мы отвлечемся на ваши участки. Это не отвлечемся, а наоборот, давайте лучше отвлекаться на эту ненужную теорию. На первом месте все-таки участки. Коллеги, сегодня придется закончить. Спасибо всем. Оксана, спасибо. До завтра.